следующий этап это планирование самих процессов то есть после того как мы по сути сформировали верхние уровни процесса мы должны те процессы которые решили более подробно описывать их разбивать на подпроцессы то есть формировать проводить по сути такую декомпозицию процессов формировать вот процессы на более мелкие их взаимосвязь между собой также входы-выходы соответственно ну все аналогично как и на верхнем этапе следующем этапе мы должны разработать показатели для измерения как выходов так выполнение самого процесса результативности и эффективности процессов и как мы будем проводить мониторинг этих показателей то есть разработать тоже такие методики следующий этап мы должны определить помощью каких ресурсов мы будем выполнять данные процессы то есть то что нам нужно исполнители процессов какое-то оборудование это также должно быть запланировано четвертый этап мы должны проверить наш процесс относительно запланированных целей то есть на первом этапе разработали цели получили требования от заинтересованных сторон мы должны проверить все ли у нас процессы описывают выполнение вот этих требований то есть мы должны провести такой контроль.